Здравствуйте! 24 июня, как всегда, по вторникам состоялось плановое оперативное совещание председателей комитетов и руководителей муниципальных служб города. В настоящее время полным ходом идет подготовка к юбилею Десногорска. В рамках подготовки к юбилейным мероприятиям продолжаются работы и по благоустройству Десногорска. На этой неделе состоялся у нас аукцион по одному из мероприятий. Это устройство продуарной дорожки возле музыкальной школы в плитке. Определен подрядчик, поэтому в ближайшее время работы начнутся. Кроме того, объявлены аукционы на следующей неделе уже состоятся по тропе здоровья. То есть объект, который должен у нас включен к речению юбилейных мероприятий, как работы по асфальтированию, восстановлению асфальтобетонного покрытия дорожки, так и работы по устройству уличного освещения на этой дорожке. Ну и кроме того, ведутся активные работы по нашим памятным знакам, которые будут к юбилею города открыты. В настоящий момент проходит совещание как раз по установке самого большого памятника первостроителям города. Медики Десногорска работают в обычном режиме. Показатели посещаемости, заболеваемости соответствуют длительному сезону. Комитет по культуре и делам молодежи, а также его структурные подразделения работают по утвержденному плану. 28 июня в 19.00 в городской эстраде состоится День молодежи. Хотелось бы еще сказать, что 22 июня было закрытие 7-го межрегионального военно-патриотического слета Отечества. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто помогал в организации проведения. Особые слова благодарности хотелось бы нам выразить Алексееву Андрею Юрьевичу, это командир войсковой части 3678, и Акишонкову Александру Ивановичу. За помощью и организацию в проведении этого межрегионального военно-патриотического слета Косву Олегу Федоровичу, Косву Олегу Михайловичу. В учреждениях образования завершилась государственная итоговая аттестация выпускников 9-11 классов. Стоит отметить, что среди 194 выпускников 9-х классов у нас 5 учеников не смогли сдать экзамены по русскому языку и математике. Эти ученики не получают аттестат об основном общем образовании, но хотелось бы обратить внимание, и с родителями сейчас ведется работа о том, что они имеют право остаться на второй год и продолжить обучение в 9-м классе. Второй вариант – это то, что они могут в марте месяца подать заявление на сдачу экзаменов экстернат. И третий вариант – это то, что сейчас разрешается в учреждениях среднего профессионального образования принимать таких детей, обучать их на первом курсе, но при том условии, что они обязательно в конце следующего учебного года тоже будут сдавать экзамены. Таким образом, аттестат должен быть получен. 11 классы завершили у нас, уже прошли у всех выпускные вечера. Вчера в Смоленске вместе с Сергеем Валентиновичем мы направляли детей наших медалистов. Среди 156 выпускников 11 классов у нас 10 медалистов. В связи с тем, что сначала было объявлено, что медали не будут выдаваться, Смоленская область сама решила изготовить свои медали для своих медалистов. И вчера эти медали, которые изготовлены были на предприятии «Кристалл» с маленьким галлиантиком, были вручены нашим выпускникам. У нас 10 выпускников, как я уже сказала. Шесть из них присутствовали на награждении медали, где была и председательство замгубернатора Окунева Ольга Владимировна. А четыре наших выпускника – это Нечаева Екатерина, Попов Михаил, Сверидова Валерия и Морозова Ирина. Дети, которые получили по 100 баллов и по 98 баллов на определенных экзаменах, они встречались непосредственно с губернатором Островским Алексеем Владимировичем. У нас 27 и 28 числа на базе школы номер 1 уже традиционно приезжают специалисты из приемной комиссии Обнинского университета атомной энергетики. И наши дети уже могут подавать заявление непосредственно в городе Десногорске, не выезжая. И уже сейчас идут звонки по поводу выдачи сертификатов. Значит, хочется обратить внимание, что в этом году сертификат дети не получают, но при подаче заявления в ВУЗ дети должны будут представить копии паспортов и копии аттестатов. И это будет достаточно. Каждый ВУЗ имеет выход в региональную и республиканскую базу данных экзаменов и увидит у каждого выпускника тот балл, который он получает. Но, к сожалению, до сих пор мы не знаем еще результата по математике. У нас 4 выпускника перезадавали экзамены, поэтому пока еще 4 выпускника не получили еще аттестат на данный момент. Но будем надеяться, что все будет хорошо. О состоявшихся и планируемых спортивных мероприятиях рассказал Олег Николаевич Прудников, председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму. 25 июня на студионе спортивной школы пройдет легкодиотический кросс, посвященный памяти учителя физкультуры первой школы Григоря Хиппича Парийского. Участниками станут дети из оздоровительных лагерей. И в субботу, 28 июня, у нас запланирован, но при наличии более-менее хорошей погоды, запланирован турнир по блежному волейболу на площадках, которые сделаны за фоком. Турнир будет посвящен молодежи. Затем была представлена Ольга Владимировна Романова, которая, победив в конкурсе на замещение вакантной должности, стала начальником юридического отдела администрации города Десногорска. Прошу любить и жаловать. Все вопросы, связанные с юридической направленностью, мы с Ольгой Владимировной говорили на эту тему. Значит, оказание содействия всем комитетам юридического отдела, и ей лично, у нее опыт работы юридических есть, поэтому прошу взаимодействовать. И все вопросы, связанные с ее справа, решать непосредственно с Ольгой Владимировной. Прошедшее оперативное совещание для Михаила Александровича было последним в качестве главы администрации. 26 июня у него заканчивается контракт. В этот же день состоится внеочередная сессия Десногорского городского совета, где будет обсуждаться вопрос по кандидатуре будущего главы. Смотрите на нашем канале итоговую пресс-конференцию Михаила Александровича Хоботова. Следите за новостями вместе с нами и будьте в курсе событий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин